Старший лейтенант Виктор Крупский дома превращается в любимого папу. После нелегкой службы лучшее средство для отдыха – поиграть с маленьким Мишей, младшим сыном. Лето, весна, осень, время напряженное, постоянная работа, 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 редкие дни, когда выходные. Всегда с семьей проводим, а так в основном работаем. Уходим рано, приходим поздно. Работа у линейного отдела масштабная, обеспечивает безопасность на серьезных объектах – аэропорт, морской порт и железнодорожный вокзал. Вся хозяйственная деятельность отдела на плечах Виктора Владимировича. Автотранспортом обеспечить, контракты заключить. Постоянно общаешься с приезжающими людьми, кто на отдых, кто в гости. Очень большой поток людей через нас проходит. С таким рабочим графиком только понимание и поддержка – залог хороших отношений в семье. Супруга Елена всю жизнь работает в строительной отрасли, поэтому строить, в том числе и семейные отношения, умеет на отлично. Уют создает своими руками. Оба сибиряки – Виктор из Ачинска, Елена родом из Омска – познакомились в радиотехническом кружке и вот уже 25 лет вместе. Дочь и сын на ноги подняли. Дочка работает в Рязани, но звонит каждый день. Папа очень хороший человек. Я его уважаю. Дали родителей очень хорошее воспитание. Конечно, постоянно проводят время дома, все свободное время дома или куда-то выезжаем отдыхать. Очень много времени уделяет младшему брату, воспитывает. Я вот тоже с детства помню, как он меня точно так же воспитывал. Евгений мечтал пойти по отцовским стопам. Даже фуражку примерял. И не раз, и не только папину, если честно. Потому что очень много общались и с сослуживцами его. То есть это была любимая игрушка. Тогда я понял с детства, что у меня форма идет. Но решили, что в семье одного мужчины в погонах достаточно. Евгений – будущий нефтяник. Правда, сначала он решил родине долг отдать и испробовать на вкус армейской каши. Виктор Владимирович во всем детей поддерживает, а они берут с него пример – трудолюбие и ответственности. Все-таки 25 лет службы – это уже серьезно. Виктор Владимирович вспоминает, как начинал работать инспектором-кинологом отделения уголовного розыска. Тогда времена были такие. Больше, как говорится, по зову сердца, что ли. И хотелось защищать порядок, наводить порядок и быть полезным людям. Все тяготы службы переносятся легко, когда есть уверенность, что дома любят, ждут. И дома крепкий тыл.